привет привет всем оторвались от детей наконец у меня была мечта погулять вдвоем где-нибудь потому что все время два хвостика как малые дети честное слово хотя уже живу стремя взрослыми мужиками называется ой есть пару часов между между работой и работой и мы решили выбраться чтобы собирать черешню нашли офигенное место сейчас вам переключу чтобы а такое место черешня растет ну как дичка по дороге просто по обочине дороги но так интересно бы есть мелкая из покрупнее если на дереве она еще вот зеленая так ну есть она на дереве но если мы подождем еще недельку и приедем чтобы она была спелая то дерево будет просто пустое совершенно потому что здесь водится какой-то редкий вид птиц странный вернее странно редкий которые налетают как саранча большой стаи и после этого все дерево становится голое то же самое происходит виноградниками поэтому в сезон уже поспевание виноградников когда уже вот 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 будет когда грозди уже почти почти спелые налитые я смотрела много раз и увидела что здесь сверху виноградник покрыт такой зеленой сеткой спрашивала почему потому что вот летит эта стайка птиц останавливается над виноградником резко опускается вниз проходит немного времени если хозяин упустил то винограда нет вот отпугивают их здесь ружьями стрельбой как бы но не знаю насколько это помогает в общем то же самое происходит из черешни но все-таки мы нашли здесь немножко пару деревьев пойдем сейчас еще вниз прогуляемся я думаю что найдем и немножечко я сбежала детей а муж сбежал от меня пойду его искать видать он пошел на охоту в поисках хорошей черешни здесь такой вот такие красивые тут колючки сережки нашла они тут все растут по одной я пыталась найти такую двойную нету черешни таки они спелы мы на выходные все думаем куда поехать какой замок то есть посмотреть где архитектуру город не знаю что еще вот куда надо ездить трава деревья чистый воздухе там водичка и природа че еще на дочке всякие разные растут везде обалденно просто и и и и и и В общем, как я и думала, одно черешнее дело не обошлось. И прогулкой мы проезжали мимо, и как же не остановиться здесь, когда в таком вот месте. Дело в том, что всё, где мы ездим, как правило, находится в черте Валтийского ледницкого ареала, туристического комплекса. И вот одной из крайних точек этого ареала является ранечный замер. Сейчас это как бы замочек, да, понятно, но сейчас на территории его в нём находится гостиница, пенсион, гостиница. Его используют как ресторан, там ещё и так далее для туристов. И он находится на берегу Ледницкого рыбника. Он очень большой. Вот с одного края как бы доходит до Ледницы, с другого края вот до... Логовец. Логовец называется это село. Логовец. Его сокращённо, да, Ловцы его называют тут обычно на русский манер. Вот мы дошли до замка. Сейчас я его поснимаю чуть-чуть и покажу вам. И красивое очень место здесь, живописное. И вот с той стороны, по-моему, видны все остальные. Здесь очень много, очень много всяких ледницко-валтицкий комплекс. Это как бы не только Ледница и Валтица, да, то есть это главные достопримечательности, понятно, но Леттенштейны, помимо вот рукотворного леса, парка, всего, что они здесь насадили для того, чтобы охотиться, они также построили ещё много-много разных вот маленьких таких замочков, замечков, чтобы, ну, для отдыха, для отдыха после охоты или просто для отдыха, не знаю. Крайняя точка в той стороне, с той стороны показываю я куда-то туда, да, это Пуганску. Там замок Лани и замок Пуганску, соответственно, находится, вот, и другая крайняя точка, это граничный замок. И ещё есть много-много, ну, мы пройдёмся по ним всё равно этим летом по всем местам, просто слишком много места занимает это всё, чтобы вот в один день это всё показать, поэтому мы будем кусочками там ездить, туда-сюда. Черешню пособирали, поели, хотела к воде, вот попали к воде. Покажу вам сейчас. Граничный замок на западной стороне Хлаговецкого Рыбника был построен в 1826 году. Замочек был построен в вампировом стиле. Также в центре там находится тосканская лоджия, видите, наверху вот там, сейчас там грибочки эти стоят от солнышка, и наверху лоджия. И на верхнем этаже, вернее, с лоджией, да, можно увидеть на той стороне озера, на той стороне Рыбника Аполлонов храм. Свой статус граничного замка этот замок получил 31 июля 1920 года, когда в Алтице уже было, как бы, начал относиться, да, к чехословацкой, тогдашней Чехословацкой республике. То есть раньше он относил их к Австрии, и всё здесь, что здесь находится, имеет немецкие названия, вот, и также и в Алтице было раньше частью Австрии, а потом в 1920 году стала частью Чехословакии, и уже этот замок получил своё назначение как пограничный замок. Написано наверху, насколько я понимаю, немецкий, граница между Австрией и Моравией, поэтому и замочек называется Граничный. Вот мы сейчас доехали до другого края этих озёр, рыбников. Они делятся на три части, вот мы были только что в Граничном замке, и из него было вот чуть-чуть, чуть-чуть видно что-то, какие-то крыши другого замочка на другом конце этих озёр. И вот сейчас попробую увеличить. Вот там Аполлонов храм, дойдём мы когда-то и туда. Там просто не он один, а их несколько, и хорошая прогулка пешей должна быть, чтобы всё посмотреть. Красотень! И везде-везде, опять же, маки. Есть ещё кое-что, да, что я хотела сизельно вам показать. Всё время доедем, 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 вот доехали. Правда, издалека оно кажется как-то красивее, когда подходишь ближе, уже не так. Сейчас я покажу вам, что здесь везде так, практически. Вы ещё не скажете, я надеюсь. Только посмотрите на эту красоту. Сколько здесь их, сколько везде. Ещё это не самое маковое поле, которое тут есть. Ну боже, как это красиво. Я ещё, просто, я не знаю, может для кого-то это и подумаешь. Маки, маки, сколько из этих маков везде растёт. А я такой вижу первый раз в жизни столько маков. Просто, просто ужас. Это дорога на Яновград. Когда-то я снимала видео про Яновград. Это замочек, который приложение к Ледницкому замку. И вот когда идёшь на Яновград, здесь растёт, что-то тут растёт или росло. И сейчас здесь только маки. Маки, маки. Маки, маки, красные маки. Горькая вода земли. Вот так. Это очень красиво. И у меня почему-то такие сразу возникли фантазии какие-то. У меня аж руки всё время хотят что-то делать. У меня возникло какое-то безумное желание этих маков, не знаю, нарисовать, навышивать, ещё что-то, какой-то на худой конец сделать, какой-то декупаж с этими маками. Вот только чтобы вот смотреть за такую красоту. И здесь их два по обеим сторонам дорожки. Вот там тоже. Там тоже всё-всё только в этих маках. Голубое небо, зелёная трава и красные маки. Рай, ребята, рай. Решили ещё раз подняться на башенку, чтобы сверху. Хочу поснимать сверху. Мы тут уже были. Это башенка, которая находится на дороге, на дороге на Яновград. И вот мы сейчас туда снова пойдём посмотреть. Сейчас всё зелено. Сейчас должно быть немножко красивее, чем было в прошлый раз. Рай, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Все, нагулялись, нагышались, насмотрелись на красоты, черешни поели. Аиста красивого видели, маков. В общем, не передать словами, усталые, голодные. Едем домой. Получилась хорошая прогулка. Всем пока. Ай. Субтитры сделал DimaTorzok